Какие же плоды, какая же награда тому человеку, который хорошо относился к своим родителям? Первое — «Иншираху ссудур», «Салямату ссудур» — «Спокойствие души». И как это «Спокойствие души» ни за какие деньги, ни за какие миллионы не купит человек спокойствие души. И далее — «Калин таджиду барран мункабидат садр, ва калин ман таджиду инсанан барран тузыку алейхи лхая». Поэтому мало можно увидеть людей, которые хорошо относились к своим родителям, чтобы в его жизни что-то было плохо. Чтобы у него чего-то не хватало. Чтобы у него на сердце была тяжесть. Потому что из барраката, из плодов хорошего отношения к родителям — это спокойствие души. То, что риска будет много, удела будет много. Наши сердца наслаждаются. Души спокойны, когда мы поклоняемся Аллаху. И одно из великих поклонений, самое великое поклонение после Таухида — это хорошее отношение к нашим родителям. Если кто-то из нас чувствует тяжесть на сердце, пусть задумается о своем отношении, по отношению к своим родителям. Может быть, ты же сказал какое-то тяжелое слово. Позвони, попроси прощения, пока она жива, пока папа жив. Даже если он тебе не скажет, она тебе не скажет, то, что ты ее видел. Но ты позвони, скажи, я умна. О, мамочка, прости меня, дурака. Прости, что так сказал. Я молодой, субханаллах, я тебя люблю, моя мама. Позвони своему папе и скажи, о, мой папочка, субханаллах, я был неправ. Прости меня, поспешил. С улыбкой он посмеется, улыбнется. И ты отпустишь вот эту тяжесть с его сердца, с ее сердца. Пока они живы, пока у тебя есть возможность позвонить. Валлахи, из нас многие хотели бы сейчас позвонить отцу. Из нас многие хотели бы сейчас позвонить маме. Сказать эти слова, но нету возможности. У тебя есть ты счастливый. Валлахи, и ты богатый брат мой, пока твои родители живы. Второе из плодов. То, что Аллах отвечает на дуа того человека, который хорошо относится к своим родителям. В достоверном хадисе приводится от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он сахабам рассказал о человеке, которого звали Уэйс-эль-Карни. Уэйс-эль-Карни жил в Йемене при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но переселился в Медину после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он принял ислам, когда был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, жив, но не встретился с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, так как его мама была больная, он к ней хорошо относился и не переселялся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому при жизни он был, но не видел, поэтому он не считается сподвижником, а считается табиином, так как увидел воочию сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад сказал, сахабы в Медине, есть один человек, к вам придет делегация из Йемена. Среди них есть один человек, у кого мягкое сердце. Его зовут Вайсил Карни. Он хорошо относится к своей маме. У этой Вайсил Карни была болезнь кожи. И он хорошо относился к своей маме. И Аллах отдалил от него эту болезнь, кроме как чуть-чуть на его ноге осталась эта болезнь. Если кто-то из вас застанет его, попросите, чтобы он за вас сделал дуа. Это вот этот тавассуль, который можно делать, если человек живой, попросите его, чтобы он сделал за тебя дуа. Посмотрите, уважаемые братья. Умар, о котором пророк Мухаммад, сказал, если кто-то после меня был бы пророк, это был бы Умар. Умар, близкое отношение с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на все это, когда пришла делегация из Йемена на джихад, после этого он начал искать среди делегаций этого человека, Вайсил Карни. И когда нашел его, увидел его, и сказал, попроси за меня истегфар, Умар, попросил Вайсил Карни, чтобы он попросил за него истегфар. То есть у этих людей дуа принимается Аллахом, субхану ва-те-Аля. Также в хадисе, когда трое попали в пещеру и не смогли выйти, один из них, каждый приближался к Аллаху через то дело, которое он сделал ради Аллаха, субхану ва-те-Аля. И один из них приблизился к Аллаху и сказал, я Всевышний Аллах, субхану ва-те-Аля. В хадисе, я с Аллаху алейхи вассалям передаю, я доил молоко, приносил всегда родителям вначале попить, потом уже своей семье, супруге, детям. Но я пришел поздно в этот момент, и они уже спали. Мои дети ждали это молоко, но я ждал их, пока мои родители проснутся, не хотел их будить. И когда они проснулись, уже было светло, я напоил их, потом напоил своих детей. Если это дело угодное тебе, то прими. И Аллах принял, и открыл скала, они вышли. То есть это человек, который хорошо относится к своим родителям, и его дуа принимается. Хорошее отношение к родителям, это самый лучший путь, чтобы Аллах облегчил твои дела в работе, в бизнесе. Самый лысый, хочет, чтобы баракат был, хорошо относиться к родителям. А наоборот, если человек плохо относится к родителям, не увидит счастья, не увидит блага, не увидит спокойствия в своем сердце. Поэтому, Кана Ибн Умар, Якуль, Ибн Умар, Раду Аллаху Анхум, «Мин бирри валидейхи, ман барра валидейхи, фа инна Аллаха, я текаббалу амаля». То, кто хорошо относился к своим родителям, Аллах принят его дела. Субхан Аллах. И потом, Субхан Аллаху Атеаля, не спасал аят, не Аллах не спасал аят касательно тех людей, которые хорошо относились к своим родителям, где Всевышний, Сурат Аль-Ахкав, в 16-м аяте сказал, Это те люди, которые хорошо относятся к своим родителям. Мы примем все их благие дела и простим их грехи. Субхан Аллах. Хорошее отношение к маме, хорошее отношение к папе. Кабул ал-амал, Аллах принимает твои дела. И такфир ал-хаты'ат, Аллах прощает твои грехи. Субхан Аллах. Ученые Салифа и Салиха говорили, что человек, когда просыпается, хорошо относится к своим родителям, все его дела за этот день Аллах принимает. Человек, который просыпается, плохо относится к своим родителям, даже если он постится, молится, Аллах не принимает его дела. Субхан Аллах. А твой тахаджуд, который ты выставиваешь, плачешь, плохо относишься к папе и маме, Аллах не принимает. Субхан Аллах. Твой сиям, пост, ты постишься, Аллах не принимает. Почему? Потому что ты плохо относишься к своим родителям. Твой садака, ты думаешь, Маша Аллах, какая великая награда. Ты плохо относишься к родителям. Аллах, субханалу ва-те'але, не принимает. Поэтому Аллах, субханалу ва-те'але, сказал в сурате Мухаммад в 23-м аяте, Что уже говорить по отношению к родителям? Это те, которых проклинает Аллах, делает их слепыми, глухими. Говорит.